Они бросают мяч в корзину, забивая трёхочковые. Они стремительно проносятся по полю от кольца к кольцу. И несмотря на то, что в Балакове пока нет официальной секции баскетбола, эта игра увлекает как мальчишек, так и девчонок. Именно для того, чтобы любительский спорт становился профессиональным, в нашем городе провели Олимпийские дни баскетбола. Соревнования прошли при поддержке Балаковской АЭС и концерны «Росэнергоатом». Всего же участниками масштабного спортивного праздника «Оранжевый атом. Планета баскетбола» стали более 1700 человек. Ребята, вы просто молодцы и красавцы. И вперёд, и только вперёд. Спорт вам пригодится на всю оставшуюся жизнь. Он и на производстве, и в обыденной жизни. Поэтому успехов вам в труде, в учёбе, в спорте и всем новых побед. В первый день праздника более 300 школьников приняли участие в Олимпийском уроке баскетбола и в спортивном флешмобе, который проводили спорткомплексы «Спартекс». Но в Олимпийских днях принимали участие не только юные баскетболисты. В информационном центре Балаковской АЭС состоялась встреча представителей Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» с педагогами и директорами Балаковских школ. Основной целью проекта является массовая физическая культура. И в рамках массовой физической культуры спортивные игры вообще, и баскетбол в частности, занимают очень значительное место. Поэтому мы в первую очередь будем обращаться к учителям физической культуры. Потому что на первом этапе, особенно в таких больших городах, как Балаково, потому что это площадка, где у нас есть 24 общеобразовательных учреждения, мы начинаем с массового баскетбола и с массовых акций по физической культуре и спорту. Сергей Фомин отметил, что сейчас к проекту уже присоединились 9 балаковских школ, и в ближайший месяц их станет еще больше. При поддержке Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» учителя физкультуры будут как в теории, так и на практике изучать тонкости баскетбола. А для того, чтобы привлекать в спорт балаковцев, в нашем городе планируется строительство баскетбольного стадиона на территории второй гимназии. Мы сейчас рассматриваем вопрос по поводу того, что у Балакова тоже будем стараться, чтобы появился такой баскетбольный стадион. Это будет единственный объект не только в Саратовской области, но и в ближайших областях. В Самарской области таких объектов нет. Поэтому это будет штучный объект. Но то, что он будет, когда он будет сделан и все будет нормально, он должен стать центром притяжения баскетбола 5-5, баскетбола 3-3 и красочных праздников, в этом мы не сомневаемся. Завершились Олимпийские дни торжественным мероприятием в городском центре искусств, где честовали учеников школьного баскетбольного чемпионата «Оранжевый атом». И в этот вечер на сцену вышли и юные спортсмены, и директора девяти школ, которые уже присоединились к проекту «Оранжевый атом. Планета баскетбола». Им на торжественной церемонии вручили баскетбольные мячи и форму для команд. А лучшим игрокам подарили сладкие призы.